В Хибинах в самом разгаре горнолыжный сезон. Тысячи туристов приезжают в Кировск, чтобы покататься на наших склонах и загореть под заполярным солнцем. О впечатлениях туристов и планах руководства горнолыжного комплекса «Большой Водьявор» по развитию склонов знает Антон Рассказов. Чем ближе теплые дни, тем многолюднее в Хибинах. В горах светит яркое солнце и загореть за пару дней здесь можно, как на лазурном берегу. Лыжники со всей России приезжают к нам продлить зиму. На наших горах еще снег, когда на других курортах жаркое лето. Это Александр и Настя в Хибинах. Ребята приехали кататься из Санкт-Петербурга. Говорят, устраивает и цена, и сервис. Добраться можно быстро, а из достопримечательностей есть что посмотреть. Последний раз приезжали в Кировск два года назад. Изменения заметны сразу. Два года назад только построили гондольный подъемник, но было всего две трассы вдоль него. Сейчас появилась еще одна трасса вон там и спуск вот туда. Ну и трассы стали готовить, трассы северного склона. Здорово, что сейчас можно кататься по единому скипасу и на южном склоне, и на северном склоне. То есть все объединили. Это, конечно, очень удобно. То есть не приходится покупать отдельно туда, отдельно туда, как было раньше. Когда на горе непогода, ребята плавают в бассейне Тирос, ходят в музеи, а апатиты минералогические в апатитах, а также катаются на лыжах. Согласно статистике, на сегодняшний день склоны Хибин посетили и уже более 120 тысяч туристов, рассказал нашему телеканалу директор горнолыжного комплекса Большой Вудьявр. А ведь впереди еще почти месяц. Александр, расскажите, пожалуйста, сегодня такой яркий апрельский денек. Сколько туристов уже посетило Кировск, все-таки разгар горнолыжного сезона? Ну, Антон, правильно. У нас сезон в самом разгаре, но уже сейчас можно сказать, что с начала сезона нас посетило более 120 тысяч туристов со всей России и не только. Из других стран в том числе. Можно ли говорить, что это какой-то рекорд? Потому что в том году, я помню, цифры были совсем другие. Можно сказать, что популярностью мы пользуемся больше. К нам приезжают туристы не только из нашего региона, но и из соседних в большей части, нежели в прошлом году. И еще вопрос, конечно, туристов много. Есть ли какая-то обратная связь от них? Какие-то склоны расширяются, где-то появляются дополнительные трассы? Потому что, насколько я знаю, в том году уже была колоссальная работа проделана. Планируете ли что-то на будущий год? Да, Антон, что касается той работы, которую мы уже проделали. В условиях полярной ночи у нас стало гораздо больше трасс освещенных. И теперь в декабре и в январе у нас гораздо больше зоны катания. Что касается планов на будущее, то мы планируем расширять горнолыжные трассы на северной части нашего горнолыжного комплекса. Их будет гораздо больше. И также они будут освещены. Также руководство горнолыжного комплекса собирается теснее взаимодействовать с отдыхающими через социальные сети. Для этих целей БКВУ тыщет увлеченного человека, кто бы взял на себя управление наполнением групп ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Оперативно размещал информацию, новости, прогнозы погоды, акции, красивые фотографии хибин и конкурсы. Ведь интернет сегодня есть практически в каждом телефоне. Это значит, можно стать не только ближе, но и удобнее для гостей и жителей Кировска. Резюме можно отправить по адресу, который вы видите на экране.